Вот этот участок в прошлом году, тут клен рос, огромные клены. Ну, все выпилили, Виктор Николаевич Савченко. А потом Сашенко здесь был, Алексей Александрович, бульдозерист, договорился с ним, и он вытрал корни. И вон там он, огромный вал такой получился. А земля, чернозем, прекрасная тут вообще, все растет. Ну, и никто ничего не посадил. Ну, Надежда Васильевна, тут ее не было, там что-то приболело. Вот Виталий приехал. Ты, Виталий, замерись сейчас, сколько-то метров туда и поперек. Давай, по метру шагай. Видите, как вот с Виталием сегодня мы на Рыжковском пруду были, ушли далеко. Ну, я решил везде его брать, куда бы ни пошел работать, у голубей гнезда делаю. Ну, абсолютно все, беру с собой, совершенно ничего не знаю. Давай. Он сейчас выполняет. Самое опасное, когда высокоумничать начинает, боязнь, что совсем бог разум отнимет. Не знаю даже, где он. Ага, вон он где. Ну, там немного. Сейчас мы узнаем, сколько соток здесь. И наросла одна конопля. Вот кто приедет, прям от плантации конопли, может действительно начать продавать ее скотинам, быкам нашим. Ну, примерно так, по длине сходится. Давай сюда данные. Подходи, давай данные мне. А это вторая часть игровая. Качели, все тут рукоходы, все заросло, лагерное. Ну, только что приехали, мы все вычистим. Ну, и сколько длина? Туда, именно туда. Сколько? 24 шага. 24 оттуда? Так. Подождите, 63 вместе я посчитал. Оттуда. 24, 24. Ну, то есть 50. Ну, шаги скажи и все. Ну, зачем ты мне... Сейчас скажу, 15 шагов. 15 на 25 умножь, сколько будет? 25 на 10, 250. И так, 175. И как? 25 на 15, сколько? 25 на 10, 250. 25 на 5. Ну, наверное, что-то там идет где-то к 375, да? 375, да. Это означает, что 3 сотки и 7 десятых. Хорошее здесь место. Так, давай, коноплю дери. Чтобы обед заработать, у нас работает. Под самый корень двумя руками. О, она легко выдержит. И складывай туда, не неси. Куда, куда, скажи. Ну, вот сюда, клади в кучу. Быстро начинай, подряд все. Посмотрим, что у тебя получится. Борьба с наркотиками. Давай, давай, давай. Да не по одному, бери прям пачками. Куда пошел-то ты? Ты топчешь. На колени, становись и начинай драть. Только коноплю и все подряд вообще. Ну, ты идешь дальше, ты утопчешь его. Я за коноплей пошел. Ну, рви. Давай, ладно, тебе не понравилось. Проходи вперед. Там одна конопля. Давай, давай. Вот, становись теперь. Пошел. Сразу откидай в сторону. Пошел дальше. Подряд бери, чтобы у тебя чистое место было. Выдирай крапиву там. Во. Мы попытаемся, может быть, еще что-то посадим. Если сейчас разбомбим. О, я увидал наши лагерные там. Они готовят это место, где молиться. Убирает репей, эту крапиву. Ну и как? Бой. Бой наркотиков. Слабо идет. На. Иди сюда, с этой стороны, я покажу тебе. Другой вариант какой. Сними рукависты, тому прям позор один вот. То завязывай, то пуговки застегивай, то все рукависты. Совершенно не нужно. То ли никогда не видел. У нас вот эти были узбеки в армии. Они не могли просто нарадоваться. Никогда не видали. Они прямо таскают их, готовы целовать. Так, смотри, сейчас, что я сделаю. Сейчас я попытаюсь косить это. Мы начали найти, наверное, даже способ, лучший. Какой лучший? Чтобы освободить вот эту территорию. Эти четыре сотки. Ну, четыре тут будет. И что-то успеть посадить. Не очень-то уж так и хорошее. Ну, я сейчас с этой стороны пройду вот так. Уйди посижу. Палка посадила. Никогда я не был здесь. Это кто-то здесь подхозяйничает без нас. Слышишь, она крапива не идет. Слышишь, она крапива не идет. Это вот конопля и трапива. Она хорошо режется. А вот теперь смотри. Какой изъянок. Я ее намного быстрее мог бы сделать. Что у нас остается? Корень остается. Все здесь. Если мы посадим что-то, все по-новой начнется. А если мы по-настоящему рвать будем? Давай попробуем. Вот как рвать надо. Гляди. Не как ты там тянул за макушку. С корнем. По-моему, любой скажет, что вот это лучше. Ну, тут маленько где-то эта крапива так держится. Ее можно выкопать. Ну, тут сколько доброта. Оказывается, конопля идет прямо вместе с крапивой. Так что наркоманам тут. Ну, и какой способ лучше? Драть руками ее? Ну, с корнем-то будет эффективнее. Проборонить и медузгу эту вытащить. Ну, что, будем делать или не будем? Вон, видишь, как нажгло руку через рукавичку. Какой вариант избрали? По нему надо дело показать. До обеда туда-сюда два раза сходишь. Считай уже там четвертую часть сделал. Потом граблями все это собрать, убрать. Ну, это я знаю, что земли нету, у кого там дерутся за землю Карабах. Они бы ее... Она земля-то, глядь, какая черная. Посмотри, лес рос. Все здесь. Здесь оно буквально пухнет. И брошенное. Вон, где деревья растут. Пол гектара. Вот чуть-чуть захватили, все. Не хватает, не нужно. Здесь земли, как Гришка Мелехов говорил, заглонись у нас земли этой. Вот и заглонись. Сколько хочешь, бери. Хоть с той стороны еще улицу делай. Дальше. Нет, в городе жмутся. С Виталием ночем говорит сегодня. Это самое простое. Завязать узел и петельку. Нет, два узла завязывать, петелька развязать не может. Какое дело не начнем делать. Все неправильно. Чего ж ты такой? А я городской. Ну, городской, значит, ты должен тоже что-то знать. Деревенский же маленько понимает, как улицу переходить. Городской житель против деревенского, он очень уязвимый. Вот туалеты, только не дай воды. И все, друг друга завалят дерьмом. А тут туалет свой. Вот он туалет один. Тут у нас в лагере только шесть туалетов. Четыре, пять, шесть. Не шесть, а двенадцать. В разных местах, где бы мы ни были. На пирсе, да, на саманном, да. Где кино смотрят, туалет сами выкопали, поставили. Все. Нет кого независимые. Вода. Вода течет чистейшая. Просто чистейшая. Мы можем подойти сейчас посмотреть. Пойдем-ка сюда. Я попутно покажу, какая зависимость. Где у меня эта литовка-то? Литовка называется или коса. Коса. Косовища. Шарай сегодня приехал. Много выкосил. Пойдем я покажу, сколько. Ну и сердечка заколотилась. А сегодня в баню идти уже опасно. Вот наши качели кто-то уже выкашивал. Ну что, Володя Пащенко, этот все успевает. Какие огромные качели. Ну-ка, показай, как и мне кто-то скажет на рощешное. В прошлом году у меня тут были братья. Я их раскачал и назвал-то раскачка. Раскачка? Это же смысл-то такой заложен. Вот так. А садиться только сюда. А здесь только, ну, чтобы друг друга ногами могли не ударить. А ногами можно забивать один другого. О! Это три человека. Садись и на подшипниках. Слышь, как хорошо здесь. Вот эти столбы, это называются пасынки. Смотрите, они железобетонные. Вот со столиков качаются. Это тарзанки вот какие. Вот он куда летит. А это подстраховочное кольцо держаться. Дети приходят, качаются. Вот это все убрать надо. Четыре тарзанки. Три качели. Вон третья качеля для маленьких. Шест осиновый. Заноски нету. Турников сколько. Рукоход. Брусья. Все сами сделали. Нигде ни копейки не платили. А турники какие там. Видишь, как все делается. И все это человек деревенский абсолютно все сам делает. Там оно, видишь, какие подшипники. Там видно, на подшипниках стоит оно. Качели. Вон. Качнешь ее, она полчаса качается. А что? А это где-то от трактора, где Игорь Барабашка мог поднять. Пошли дальше. Все это раскрепили. Тут стол. Вот, смотри, стол, скамейки. Это все надо трапиву только убрать. Своя пшеница растет. Своя гречка. А сельсом немного там. Там 280 гектар. У Игоря там. А продает там тонны и тонны. Вот попутно пройти тут выкосили. Пошли. Вот эта черемаха у нас тут. Видишь, какие огромные. Вот. Дальше. Вот это вот надо будет до конца это выкосить. Потому что внухак иначе-то измеет стенка-то. Большая коса не протягивается. Вот так. Внушел коса, если раз, чтобы она не сняла. Чтобы она уже не до конца почему-то выбрала. Телефон. Телефон. Игнатий Диконович. Ай. Телефон у вас. Правда. Я вот говорят, а что не отвечаешь? А я не слышу. Говори. Добрый. Слава Богу. Абсолютно нормально. Все нормально. Столовую сделали. Вчера подправили. Две комаров нет. Ну, я сейчас там издалека вижу. Там они на той площадке, где молиться будем. Крапиву убирают. Помогают старшим. Все, где молочная там лапша, каша. Ну, все молочное было. Суббота. Дети веселые. Ничего, нужды им нет никакой. Десять дней. Ну, давайте. Лечитесь молитвой. Во врачам необходимость, если есть. Лишний раз, так врачам не надо лезть. И даже лезут, если молоденькие, то дело другое. А когда старейки туда лезут, то то есть, считай лишним. Свою отжили. Все, отошел, блядь. Никуда нет. Посмотрите. Городской житель еще может показать. Еще он показал, это не его. Тряхнули, и все этажи, говорится, улетели. А здесь вот оно, заходи. Посмотри. Вот у нас коврики. Это РТИ помогало. Директор резино-технических изделий. Хромов. Анатолий Петрович. Запомните. Он еще работает сейчас где-то на другом предприятии. Это патриот настоящий. Знаю, что я начальник детского лагеря, он чего-то и не давал. Потом я нашел санкостроительные. Там насосы давали. Этот шланги давал. Разные там эти коврики. А в городском еще дашь, когда ничего нет. Ну, тут вот можно зайти посмотреть. Это вот у нас баня. Я уж не раз показывал ее. Ну, двойное стекло здесь. Это открываем пол, чтобы проветрилось. Там бетонная и в яму стекает. Вот там, туда сейчас покажу, где. И здесь, вот, погоди сюда. Здесь вода, бак с водой. Там не видать ничего. А нет. Вот. А здесь камни. Камни вот, пожалуйста. Плеснул на полку. Попарился. В городе ничего этого не может. Чужое. Чужую заразу собирает. Здесь каждый кирпичик. Все свое. Как хорошо в деревне. Лев Толстой, Глеб Николаевич говорил. Хочешь развратиться, поезжай в город. И весь ответ. Пошли-ка сюда. Вот. Посмотрите. Это лосточное гнездо. Ну, у меня яички тут. Посмотри хотя бы одну. Вот оно какое. Какого цвета. Ну, маленькое там. Чтобы видно было с ноготок. Я ногот свой положу. Вот оно, с ноготок. С мизинец. Белые, коричневые пятнышки. Пять штук. Вот оно где. Я увидел, что они залетают. Я взял, прибил, бакулку здесь. И они который год живут. А чтобы вылетать, еще стеколка выставили. Вон туда летят. Городское ничего этого не имеет. А тут все такое. Ну. Не то, что... Вот смотри, яма куда сток делается. Вон она. Какая глубокая яма. Уже сколько лет. Больше лет 15. Все держится. Так что-то тут все чистое. Никакой заразы нет. Никакие венерические тут не зайдут. Все проверено. Вот пошли. Вот трава растет ее ягодой. Отдаю Игорю Барабашу. Он будет лет скатить. Вот посмотри, Надежда Васильевна пошла в лагерь. Вот приехали. А работников нету. Вот сразу жену поставил. Она много лет была тут. Начальница в лагере. Ну, сейчас все с ребятишками. Все готовит. Сейчас шить будет. Учить их. Пришла, все-таки к себе подготовила. Побежала туда. Запасной шифер. Посмотрите, сколько сохранил. Это трава. Сегодня я открыл голубяки. Первый раз вот эту. Первая называется голубяки. Первая номер. А там вторая. Я повел-то тебя к этому в колодку показать. О, вот так. Лопату насадить, дрова. Ну, куда ни посмотри, все свое. О, воробей пьет из нашей кадушки. По-моему, городского даже воробей не напьется. О, вчера мы набрали. Вода стоит. Бери, теплая вода. Вот она через край. Своя. Питьевая вода. Ну, тебе надо холодную. Да, холодную. Пожалуйста. Вот так. Посмотри. Ну, все, пошло. А-а-а, зубы ломит. А у городских не дай воды, все закончилось. Электричества нет у нас ведром. Вон, воробь я поставил воробь. Те, кто не знает, что такое воробь. Можно показать. Вот он город какой. Пожалуйста. Вот он стоит. Ну, его наворачиваешь туда. Веревочка, цепь. Ну, и как это? У колодца. Подружки-то разговаривают. Видите как. А это мне там мудрик или кто в городе строитель. Дали. Я не знаю, какой-то железобетонный завод. А тут привезли рабочие-то, нетрезвые-то. Грохнули его и расколотили, кажется, два кольца. Везли, расколотили, нужды нет никакой. Я говорю, что вы делаете-то. На счет спрашивать-то. Если бы это было в Турции, он бы заплатил. Мне это через Евдокимова дали. Колодец выкопали. Пришел, Павел тут поставил такую, как кольца затаскивать. У него там таль такая передвигается. Тренога на треноге. Я не пойму, что он еще и лаз этих бабочек так много на малине. Это что-то неладно. Они какую-то паутину плетут, как ЦРУ против нас. Это вообще не годится. То сооружение, это там у меня на низу склады. Второе, это там бумаги разные. Архив для будущего поколения написано. 750 килограмм газеты, продукции. Все подчеркнуто. Это 13 метров высоты. Это я потомкам приготовил газеты. Начинаю газета «Правда», «Известия», «Комсомольская», «Совершенно секретно». Ну, то есть, все-все, российская газета. Вот. Потому что потом не найдешь эти номера. А тут все видно. Вот это у нас тестомес. Там «Лабос» дальше. Вот отсюда видно его. Там продукты храним. На рельсах стоит. Деревянская жизнь. Это чудо. Сегодня вот открыл голубям. Вылетили они. Пошли. Куда не посмотрят, чудо. Это у меня большая... Это голуби заболеют, когда сохраняю их здесь. Ну, где-то не на этом месте стоит, конечно. Ну, все. Я пошел. Кот пришел пораненый. Из-за кошек дрался. Ну. Где котя мой? Котя. Это кошка белая. А где котя? Белый, белый, белый. Где он? Болящий. Где-то сидит. Дрался из-за кошек. Бык прыгнул на корову, нечаянно. Неудачно приземлился, сломал ногу, закололи. Жизнь реальная. Не гоняйся за женским полом. А ты из-за кошек дрался, пришел домой. Вон он идет. Посмотри, какой он. Отпаиваю молоком. Вот он пришел. Такой шикарный кот был. То ли ногу отгрызли. Ну, что такое? Котя. Замечательный котя. Да глаза покорябанные. Весь пошарпанный. Женский пол опасный пол. Не надо за ним гоняться. Вот он. Теперь инвалиды. Кошки пропаде, они пропадом. Женятся 10 раз, разжениваются. Все. Ушел. Как отключить? Очень просто. Ты нажал на эту? Нет?